Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами посмотрим, что будет с моим лицом, если наносить макияж в алфавитном порядке. Сегодня всю косметику, которую я буду использовать на моем лице, я буду наносить не в общепринятом макияжном формате, сначала база, потом тон, потом контурирование сухое и т.п. и т.д., а в алфавитном порядке, например, на букву А. Я сломалась. Но, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Элиса зовут. Все мы знаем, что первая буква алфавита, но я надеюсь, что все мы это знаем, А. Да ладно! Но какое же косметическое средство или техника нанесения макияжа на букву А имеется? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Кстати, о чем я подумала? Я на букву А знаю только одну технику нанесения макияжа, но может быть вы знаете больше, поэтому обязательно напишите в комментарии, на какую букву вы знаете какие-то техники макияжа. Грубо говоря, я на букву А знаю только айлайнер, а может быть вы на букву А знаете 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 техник макияжа различного. И давайте так же поступим со всеми буквами. Мне будет реально очень интересно узнать, сколько всяких разных вариантов вы знаете. Так, с буквой А разобрались. Теперь букву Б. На букву Б я уже знаю целых 2 позиции. Первая позиция это брови, и вторая позиция это база под макияж. Но пожалуй я начну с базы под макияж, потому что мне так хочется. Дальше на букву Б у нас брови. Я решила для бровей использовать вот такую вот помазку. Я буду делать им, по крайней мере я постараюсь сделать какую-то плюс-минус обычную форму, не сильно заморачивая. Потому что я хочу оставить брови в том виде, в котором они у меня есть. Кстати, какая бровь вам нравится больше? Нарисованная или пока еще естественная? Что мы знаем про букву В? Буква В выглядит таким образом. Что мы еще знаем про букву В? В общем-то много чего знаем про букву В. Например, я уверена, что у многих, например, начинаются имена на букву В. Ставь лайк, если твое имя начинается на букву В. Но на самом деле ставь лайк, если твое имя начинается на любую другую букву. И не только на букву В. Также мы знаем, что на В начинаются веки. А веки это тени. А значит, я сегодня хочу использовать какие-то более-менее яркие оттенки. Так что давайте посмотрим, что же у меня получится. Тут правда будет целый челлендж, потому что самое главное не закрасить стрелку, которую я уже нарисовала. Макияж королевы вампиров под веществами. Он, конечно, великолепный, но гэ. И гэ. Из фор-глиттер. Сначала буду использовать вот такой вот жидкий гли... гли... г... глиттер. Смотрите, какая красота. Вообще, видите это, как безумно круто получается? О, боже мой, это кайф. Ну, а теперь на это же очаровательное великолепие я еще добавлю вот такой вот обычный сухой классический глиттер. И мне кажется, сейчас должна получиться или бомба, или полная гэ-гэ. Что мы знаем о букве Г? Буква Г обозначает Г. Годный контент на ютубе. Так, теперь наша упоротая королева вампиров, она пошла, короче, на сельский дискач. Д. 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 Да. Ну и дичь. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-с. Жидкость. Следующая у нас буква, какая же З, вспоминаю только золото. Поэтому придется брать какую-то желатую жидкость. Желатую жидкость. Золотую жидкость. Это вот такой вот золотой жидкостный хойлайтер. Придется наносить его по линии хойлайтеринга. Сюда, сюда, сюда. Хойлайтеримся по полной. Точно сельская королева вампиров, не иначе. Буква И. Иллюминатор. Первое, что приходит мне в голову. А-а-а, нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас будет очень плохо, наверное. Мало того, что хайлайтер, так еще и иллюминайзер сейчас на всем лице. Посмотрите просто на этого. Посмотрите, как оно блестит. Вы это видите? Что это за фигня? Че за на? Блэд, просто, я не знаю, Трилл какая-то королева вампиров, а когда я приехала на дискотеку, но уже она поддала. Больше мне не наливать. Если вы спросите, что это было, я отвечу, что я не знаю, потому что я сама не поняла, что это было только что. Знаю только то, что я хочу открыть палетку с контурирующей штукой. Может, мне поможет керлер? Я не могу открыть это. Дави! Мне открыли. Недаром олигарх-олигарх. На все руки олигарх просто. Кстати, недавно я была на съемках для одного очень крупного бренда. И на этой съемке визажистка, она мне сказала, что всегда, когда делаешь кремовые текстуры, нужно начинать со светлых и только потом переходить к темным тонам. Что ж, заодно и посмотрим, насколько она крутая визажистка и как это будет, если сначала действительно сделать светлые, растушевать светлые, потом наносить темные, потому что я всегда, если честно, делала обратно. Как вы думаете, будет лучше, чем обычно, или фигня получится какая-то? Что ж, растушевываю и проверяем. Не, Рил, мне с каждым шагом все больше и больше кажется, что это реально будет макияжка вот у очень прибухнувшего вампира. Но выглядит это... Специфично. Буква Л. Ля, шо бы поделать. Буква М. Метеориты. Фоксы. Что вообще можно придумать на букву Н? Буква Н. Буква Н. Нэ, нэ, нэ. Накладные ресницы. Оу. Я всего лишь бьюти-блогер с полутора миллионами подписчиков, но накладные ресницы я так и не успела научиться клеить, поэтому у меня есть накладные ресницы на магнитах. И после буквы Н идет буква О. А О у меня ассоциируется только с макияжным омбре. Для начала нужно взять карандаш для губ и нанести его довольно широкой линией. Потом этот карандаш для губ нужно немного растушевать. А теперь нужно взять помадку другого цвета, в какой вы хотите омбре. У меня сиреневые губы и сейчас будет розовая помада и нанести ее вот так вот. Для того, чтобы усилить эффект, можно еще прорисовать во внешних уголках губ вот такие вот линии. Беру прям белый блеск и немного вот сюда. Опа, легко и просто, без смс, без регистрации, только подписаться на мой канал надо. Пудра. Это буква П. Да-да-да, та самая пудра из видео про мою косметичку и что в ней лежит. Сейчас вот еще раз наглядно смотрите. Обратите внимание, какое матовое сейчас будет у меня лицо. Оно будет как будто бы перефотошопленное. Больше таких крутых штук вы найдете в видео про мою косметичку. Оно было предыдущим, поэтому вам не составит труда его найти. Ну и ссылку я вам в описании оставлю, чтобы уж наверняка. После того, как мы наносим пудру, нужны румяшечки, потому что буква Р это румяшечки. На букву Р, кстати, я даже больше не представляю, что еще можно придумать. Фоксы, у вас есть какие-то идеи? Румяшечки. но буквы с я знаю только скульптурирования но мы его уже сделали через контуринг поэтому я вообще не вижу смысла делать это второй раз нанесу кая пожалуй дальше тон потому что после буквы с идет буква а.т. из фор тон вот он тон 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 но и где румяна и хуже и не видно. Да и вообще на сухую текстуру крема буду наносить то еще себе развлечение. Какая-то ерунда получается. Какую технику вообще можно придумать на букву У? У. У. Без понятия. Придется пропустить этот ход. Буква Ф. Фиксатор. Хотела сделать эпично, получилось как обычно. Ну а теперь буква Х. Буква Х. Х, которую я так давно ждала. Косметика на букву Х. Хой. Лайтер. Наконец-то. Наконец-то я начну уже сиять. Мне же мало 10 слоев иллюминайзера и всякого такого. Тум-тум-тум-тум-тум. Однажды один великий человек сказал мне, что хайлайтера много не бывает. Этот человек был Илон Маск. Господи, конечно, это не был Илон Маск. Что за бред вообще? В общем, он был тоже великий. Наверное. Я не уверена. Я даже не помню, кто меня об этом сказал. Но хайлайтера много не бывает. Поэтому я решила от души сегодня его нанести. Ну, цвет у нас уже есть. Но так как цвета не хватает, я возьму рандомно обратно румяна и добавлю больше цвета на мое лицо. Чтобы оно было румянистое. Не знаю, что за макияж на букву Ч, но мой макияж называется чрезмерная хрень. Если вы хотите технику нанесения макияжа, используйте технику нанесения чрезмерная хрень. Что бы это могло быть на букву Ш? Школьница, конечно же. Я не знаю. Щ. Что бы это могло быть на букву Щ? Школьница. Твердый знак. Твердость моих намерений. Мягкий знак. Ю подписался на мой канал? And на мой инстаграм Ю подписался, иначе Ю пропустишь very good content. Ну-ка подпишись на мой инстаграм и на мой канал. Давай. Ю. И, наконец, буква Я. Я не знаю, что тут еще сказать, поэтому просто с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр, за то, что были со мной и смотрели вот это великолепие. Посмотрите теперь другое великолепие. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Наверное. Ваша водоречица, почему вы плачете? С таким контентом этому миру звезда.